Ага, всё, звук пошёл, запись пошла, всё пошло. Так, здравствуйте, дорогие друзья! С вами очередной выпуск наших разговоров об искусстве, культурная политика. Сегодня, собственно, как и всегда, Вячеслав Афанасьев, Пётр Баранов. И наш сегодняшний гость – это композитор Павел Карманов. У некоторых товарищей могут сложиться впечатления, что мы говорим исключительно практически с конскульпторами, но это не так. Мы их намного шире, у нас именно и название «Культурная политика», и нас интересует она в многообразии. Ещё раз, все здравствуйте! Добрый вечер! Здравствуйте, Павел! Вы знаете, мы совсем другой оперы, но мы тоже слушаем музыку, любим её. И, вы знаете, чтобы познакомиться со зрителем, расскажите, как вы пришли в музыку, и самое главное, что вы достаточно яркий представитель своей индустрии, как живёт музыкальная индустрия сегодня в нашей стране. И что вам не хватает от государства, или наоборот, чего вам даже... Слушайте, вот второй вопрос – это что-то страшное. Давайте начнем с первого, ты петь прям как на гости, так. Да, конечно, безусловно. Что сказать, я такой ребёнок-вундеркинд. Я очень рано начал заниматься музыкой. Мы жили с мамой в городе Новосибирск. И мама работала в музыкальном училище и приносила мне оттуда такие гостинцы, типа пластинка и ноты. Ноты я уже знал раньше, чем я начал писать. И меня не с кем было оставить на время маминой работы. И она меня приводила на репетицию местного симфонического оркестра под управлением Арнольда Катца, такого знаменитого дирижёра, где я сидел несколько часов каждый день и разглядывал вот эти вот кларнеты и прочие вещи. И дома меня опять же ждала пластинка и партитура. И я уже в шестилетнем возрасте, я уже вязальные спицы махал перед собой, изображал оркестр, узнал, кто примерно сидит. И вот под впечатлением, видимо, от оркестра и вообще классической музыки, на концерты я тоже ходил, я начал писать собственные пьесы, песенки, ну, такие совсем простые, это было в очень раннем возрасте. И мама мои вот эти вот детские каракули отправила в Москву знаменитому в тот момент педагогу, музыкальному детскому педагогу Кабалевскому, который ответил большим письмом о том, что всё бросайте, езжайте в Москву, вот в центральную музыкальную школу. Ну, собственно говоря, мы приехали в 78-м году, вот в ЦРМШ, я поступил на флейту, учился 8 лет на флейте, потом был даже недолгое время контрабасистом, и в конечном итоге уже стал таким теоретиком, музыковедом, композитором. Впоследствии поступил в консерваторию московскую, закончил её, ну, такая вот короткая автобиография. Вы родились в городе Братске, Иркутской области, что тоже достаточно интересно, и, насколько я понимаю, вы сегодня являетесь одним из ведущих ещё и композиторов, хоть и закончили, да, именно музыкальную школу, и из Новосибирска в Москву попали в 10 лет. Я думаю, что я попал в 8 лет. В 8. Ну, это обычная такая дорога любого одарённого мальчика маленького. Все маленькие мальчики и девочки едут в Москву, потому что в Москве лучше всего учат, есть какие-то перспективы дальнейшие. Так что я москвич, но с своего довольно юного возраста. А вы знаете, тут сразу хочется, ну, со своей педагогической несколькой колокольни сказать, вот, ведь есть очень много родителей, которые, ну, вот, как только буквально ребёнок там, я не знаю, первый раз ударит по детскому барабанчику или задудит в дудку, они скажут, о, это, это талант, это Бетховен, это Гнесин, это... Я вам скажу, любые родители так поступят и правильно сделают, потому что ребёнка нужно мотивировать и как-то вот хвалить. Чем вот я сейчас занимаюсь со своими детьми, я всё время их хвалю за всё, что угодно. Это педагогично. А, но с другой стороны, вот как вы считаете, вот музыка – это как бы талант, трудолюбие, какой, ну, в какой это пропорции? Потому что сейчас очень популярна, мне кажется, такая позиция, что все могут стать всеми. А вот я, например, сторонник абсолютно противоположной позиции, что такие вещи, как музыка, как балет, как высокий спорт высоких достижений – это генетика. Если ты не имеешь генетической одарённости, к которой надо добавить ещё и чудовищное трудолюбие, то просто трудолюбием ты не сможешь достичь вершин. Ну, слушайте, какая вот генетика у меня, например? У меня мой дедушка был НКВДшником в Иркутске. Ну, какая вот генетика у меня? Моя генетика вся от мамы, которая была музыкантом, и есть музыкант на сегодняшний момент, она жива, и дай бог ей здоровья. Вот, и я не знаю, получается, что это не генетика, правда, да? Ну, мне кажется, это воспитание. Знаете, вот есть две большие разницы. Это люди, которые просто слушатели, любители музыки, там, и проще. А есть люди, которые вот внедрены в музыку с измальства, из самых своих этих молодых ногтей, называется. И вот я довольно рано попал как раз именно в окружение вот этих вот талантливых детей, часто детей знаменитых музыкантов. И вот в ЦМШ, в этой центральной музыкальной школе, я, конечно, обрел некую профессиональность в своих стремлениях, что ли. А не было ли там, ну, условно говоря, таких ситуаций, что, например, сын, там, дочь какого-нибудь невероятно талантливого, неважно, там, исполнителя, музыканта, дирижера, который, ну, вот его приводит этого ребенка, потому что это как бы семейная кредо, семейное дело, а у ребенка на самом деле нет предрасположенности. Например, там нету слуха, нету чувства, там, не знаю, гармонии какой-то музыкальной. Вы знаете, я понимаю, но я так думаю, что у самых знаменитых наших отцов-матерей, значит, в классе там или в школе, где-то рядом со мной, но все-таки у нас вообще-то в ЦМШ не было никакого такого разделения на какие-либо градации, кто чей сын. Надо сказать, что в моем классе учились такие люди, вы сказали, дирижеры. В моем классе учился сын Рождественского, Саша. А также был внук Яна Абрамовича Фрэнкеля, я к ним ходил в гости домой, мы общались. Был прекрасный совершенно человек с фамилией Орвидов. Орвид – это был знаменитый трубач, потом был его сын-барабанщик. И прекрасный был Андрей Орвид, мой соученик, но он, к сожалению, очень рано погиб при невыясненных обстоятельствах. Вообще, это целая, знаете, такая эпоха для меня и повод для написания, может быть, книги, обучения в ЦМШ. Ну, слушайте, на самом деле это радует, потому что у меня все время такая паранойя, возможно, именно потому, что я не являюсь именно деятелем искусства, что у нас очень все это кланово. Ну, как говорится, прекрасно, что благодаря нашему проекту я все время узнаю, что неважно, как говорится, речь идет о потомственном или не потомственном человеке, главное, что он делает хорошее искусство, качественное. Мне тоже иногда кажется, что я делаю некие богу угодные дела, и поэтому заслуживаю какого-то снисхождения со стороны бога. Потому что я создаю некое прекрасное поэзии, должен быть, у бога, в милости, в них. А давайте как раз сейчас послушаем одно произведение моего. Мне, к счастью, довелось его увидеть очно. Я был на этом концерте. Он проходил в «Доме музыки», просто чтобы у зрителей возникло немножко понимание, о какой музыке идет речь. Ну, конечно, нельзя полностью сказать, о какой. Творчество у Павла очень большое, но вот в качестве примера, который можно запустить, он посоветовал вот этот трек. Давайте послушаем. Душа моя, душа моя, душа моя. Душа моя. Душа моя, душа моя. 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 Вот. И я страшно рад и счастлив, что я прикоснулся к этой группе. Надо сказать, что я в ней работаю и играю уже с 2000 года, то есть 23 года на сегодняшний момент. И на сегодняшний момент я играю в ней на флинте. Хотя я могу исполнять эффекты пьяные партии и какие-то другие. А вот здесь вот в данном произведении вы как раз играли на фортепиане? Ну, на электронном пиане? Ну, на синтезаторе, да. Здесь много инструментов, в том числе и есть электронные. То есть вы настоящий человек эпохи Возрождения? Я не знаю. Я такие определения к себе не могу допустить. 100%. Вы знаете, я как искусствовед, а не музыковед, всегда пукаюсь разной терминологией. И вот тут написано, что вежливый отказ – это и пост-рок, и арт-рок, и прогрессивный рок, и всякое-всякое такое, экспериментальный рок, фри-джаст. А как понять обывателю, как я, что есть что? И почему столько всего в одном? Ну, знаете, какие-то яркие явления часто вызываются. Действительно, много ассоциаций, много каких-то прочтений стилистических. Я повторюсь, наверное, я убежден в том, что в нашей стране настолько самобытной группы нет, не было и не будет. Я думаю, что многие рок-музыканты подтвердят мои слова тоже. Это совершенно уникальные явления вообще, в принципе, в мире, не только в нашей стране. А я тогда... Иду просто по Википедии. Еще одна очень близкая точка соприкосновения с Павлом была у нас в 2013 году уже, в более позднее творчество, когда Павел участвовал в спектакле Юрия Петровича Любимова, у которого я реально вырос на коленках. И это когда он ставил свой подход к князю Игорю в Большом театре, насколько я правильно понял, да? Вы знаете, есть много всего в интернете на эту тему. Меня пригласили при пособничестве Владимира Мартынова, друга Юрия Петровича Любимова. Вот меня пригласили поработать с ним над оперой «Князь Игорь». Но дело в том, что Юрий Петрович человек радикальных вкусов и методов. И у него была идея, что эту длинную оперу, которая идет в оригинале, 3,5 часа, он хотел сократить. И несмотря на все мои уверения в том, что это вряд ли хорошая идея, он, тем не менее, требовал от меня сокращений. И я как раз-таки произвел некую новую редакцию, которая идет полтора часа. Там многие вещи переработаны. И, кстати, если вспоминать, опять же, Петю Поспелова, он был инициатором некой готовящейся акции на премьере вот этого прочтения «Князь Игоря». Они хотели встать и в нужный момент запеть удаленную Любимовым арию Кончака. Вот эту харистоматийную арию, которую поют все возможные баритоны в мире. Юрий Петрович сказал убрать и сказал убрать многие вещи другие. Я расхлебывал вот эту ситуацию. Надо сказать, что я очень благодарен Владимиру Мартынову, который меня сосватал к Юрию Петровичу Любимову. Потому что я пообщался с этим невероятным, совершенно потрясающим человеком. Ему было в этот момент уже 96, но, знаете, какая-то трезвость и его ума. Можно позавидовать молодым, знаете, вот так вот. До последнего дня, да. Да, он потрясающий был человек. Несмотря на то, что идея сокращения оперы Бородина, это, конечно, очень спорная идея, но я был вынужден выполнять указания режиссера. И, в общем, был счастлив делать это, несмотря на то, что это было, в общем, спорным решением во всех смыслах. Авангардный подход, можно сказать? Ну, какой-то театральный подход, я бы сказал. Это такой театр. Ему было все равно. Хорошая музыка, плохая. Ему нужно было сократить, нужно было переделать. И как-то вот отправить публику домой не уставшими от трех часов, а какими-то приподнятыми, что ли. Это то же самое, что и я делаю со своей публикой. Ну, знаете, тут хочется сказать, что одно дело, когда такой мэтр и корифей, как Любимов, требуют радикального отношения к классике. А другое дело, что, как сейчас это некоторые любят, от горшка до вершка, да, там и уже мы сейчас замахнемся. Мы сейчас, ну, это, конечно, не про тот немножко пример, но там повесим какую-то корягу напротив явления Христа народу и скажем, что вот, вот, ешьте. Вот вам, вот вам. Вы говорите мне про режиссерскую оперу, режоперу, да? Нет, нет, это я говорю про случай в Третьяковской галерее. Там же был при Трегулово еще такой интересный случай, когда, Петь, подскажи, пожалуйста, кто автор? Вот там вот, когда напротив картины «Явление Христа народу» поставили ДСП-щит, и на нем на трех кусках скотча повесили какую-то рогатину. Ты про эту самую ветку монастырского, что ли? Ну, по-моему, да. Которую они купили за три с половиной миллиона рублей? Ну, что-то какое-то вообще. Ну, это не про музыку. Ветка монастырского? Нет, это не про музыку, я просто имею в виду, что... Да, я понял, я переведу на русский язык. Был такой великий проект, наши любимые, сославые, бывшие директрисы Третьяковской галереи Зельфира Трегуловой, который решил на внебюджетные деньги купить веточку на холстике за три с половиной миллиона рублей, говоря всем, что Третьяковки нет на закупке искусства денег. И здесь как раз мы скорее осуждаем то, что не любой современный, извините, высер является реальным современным искусством и достоин нахождения на больших культурных площадках. Правильно, Слав? Я об этом говорю? Да, да, именно. Вот я покажу просто эту картину, чтобы было понятно, о чем я говорю. Но у меня всегда, как говорится, на всякую такую историю у меня всегда один и тот же ответ. То есть если ваше искусство до такой степени современное, такое авангардное и такое крутое, так занимайтесь им на свои, что называется. Если оно настолько интересно, то почему вы для того, чтобы его раскрутить, почему-то несете его в зал к академическому искусству. И на мой субъективный взгляд просто кощунствуете. Вот. Ну и это, как говорится, это я к разговору о том, что как бы есть разные подходы к какому-то вот тому, что куда-то... Как бы одно дело, когда классическое искусство и образованный человек, может быть, радикально к нему относятся, но как бы с уважением. И совсем другое дело, да, когда пытаются современное искусство, как говорится, продвинуть в массы, пользуясь как бы наработанным авторитетом классики. Понятно. Ну, да, пожалуй, с вами стоит согласиться. А можно вернемся к музыке и к страстям по Матфею? Насколько я помню, эту тему потом очень сильно и долго развивал митрополит Иларион Алфеев, если я не ошибаюсь, да, на своих этих рождественских... Ну, у него другая была тема чуть-чуть. Но тоже близкая или нет? Ну, я же близкая. Библейская. Тем самым или другое произведение он разыгран? Вы знаете, сложно говорить. Я небольшой критик моих коллег, но в данном случае творчество господина Алфеева напоминало Баха. Ну, вот и все, что можно сказать по этому поводу. Оно напоминало Баха. Было ли оно столь же велико, как Бах? Не знаю, вряд ли. Но оно очень его напоминало. Как деликатно выражено. Ну, а что делать? Как еще сказать? – Хорошо. Давайте вернемся к тому, что нас правда интересует в культурной политике. Это какова сегодня роль композитора, создателя современной музыки? Насколько вы нужны государству или государство нужно вам зачем-либо? Очень сложно тут что-то говорить. Хотелось бы быть полезным стране, государству, но не хотелось бы вступать в какие-то такие вот разговоры и трения, и прения. Не, ну вот смотри. Хотелось бы заниматься музыкой. – Я так скажу. Вот, например, нам, художникам, очень нужно, чтобы государство приходило и, условно говоря, просило нас слепить скульптуру, накрасить картину и так далее. Потому что и без этого художнику существовать достаточно сложно. Как государство может, могло бы или поддерживать сейчас ваше… – Ну что вы. Я являюсь членом двух творческих союзов. Это союз композиторов России и московский союз композиторов. Немножко две разные организации, но они пересекаются, естественно. Вот. Я не знаю, что вам сказать на эту тему. Хотелось бы больше поддержки. Я получаю стипендию союз композиторов Москвы. И это, в общем, там… Это 30 тысяч в год. Невозможно жить на… – Я бы не долларов. – Деньги… – Нет, рублей, конечно, рублей. В общем, тут сложно сказать. Ну, выручает обычное кино. – Ох. Вот мы и пришли. – Вот мы и пришли. Все нормальные композиторы работают в кино. Кому-то хочет этого, кому-то нет. Но, тем не менее, все равно это происходит. И слава богу, что это и есть. – А реклама? – Это чуть более сложный вопрос. Я провел в рекламе 10 с чем-то лет. Более 10. И должен сказать, что это все-таки не мешки таскать на лесопилке. Понимаете? Но, тем не менее, это все равно достаточно неприятное занятие. Потому что тебя заставляет делать то, чего ты, может, и не хочешь в этот момент. – Ой. – Я не работал в рекламе, в озвучке рекламы. – Ну, все же так или иначе. – Я готов поверить. – Вынужденные. – Да. Вынужденные вот это все. Да, прости. – Да. Мы все такие вежливые, что полэфира передаем друг другу слово. А, Калит, пожалуйста. Вот, как бы, очень такая актуальная тема. Да, кино, российское кино. Музыкальные произведения для российского кино. Ну, вот, если можно, может быть, назовете какие-то несколько последних фильмов, где можно было бы услышать ваши произведения? – Мои. – Вы знаете, последнее, что проникло в кино – это был фильм Валерия Тодоровского «Большой» про балерин. И вот туда попала моя пьеса под названием «Паст Перфект». Я ее переделал, сделал штук шесть вариаций на эту тему. Но вообще, вообще давно уже я не работал в кино. Ну, и призываю всех, кто слышит, ко мне обратиться с предложением поработать в кино. – Мы постараемся донести. – Ну, пожалуйста, да. – А скажите, пожалуйста, ну, раз, ну, этот фильм, насколько я понимаю, 2016 года, но я более чем уверен, что, как бы, мир композиторов не так крупен, не такой крупный, и, соответственно, у вас много, как говорится, возможностей это обсудить с коллегами. А как-то изменилась, там, влево или вправо ситуация, соответственно, после 22-го года? То есть стали ли больше приглашать, ну, вот, на ваш взгляд, там, композиторов в кино российское меньше? Изменился ли какой-то запрос? Появилось ли какое-то, ну, обновленное техническое задание, грубо говоря? – Вы знаете, в моей жизни не изменилось ничего, вот, но я уверен, что есть новые какие-то силы, есть молодые композиторы, и с ними работают режиссеры на сегодняшний момент. Я тоже хотел бы туда подтянуться. Вот. – Петя, у тебя вопрос? – Петя, у тебя вопрос? – У меня не вопрос, я хочу вернуться к тому, чем должен заниматься, условно говоря, государственный сектор поддержки, условно, Минкульта и так далее, чтобы композитору было лучше, интереснее и вообще хорошо жить. Потому что, рассматривая то, что происходит сейчас, нужны некие, ну, такие, скажем, общественные культурные слушания, чтобы дать порыв нашему государству, как-то начать поддерживать нашу культурную сферу. – Вот что именно. – Понятно, денег, но зачем, за что и как? – Ой, вообще, наверное, хотелось бы некую систему стипендий, которые позволяют жить, есть и творить. Но с этим большие проблемы возникают. И в Москве, мы знаем, приезжают все люди изо всех мест в Москву, и в Москве есть огромное количество композиторов. Но вот как-то пробиться к слушателю удается не всем. Мне удавалось было делать, сейчас вот уже тоже с этим какие-то спады. И вообще в это сложное время, кажется, культура все меньше и меньше нужна кому-то в этой стране. – Что грустно. – С другой стороны, знаете, мне, конечно, хочется всегда оптимистически верить, что самая темная часть ночи перед рассветом. Но опять же, знаете, такой момент. Мы, во всяком случае, эту тему регулярно в той или иной форме слышим и отчасти транслируем вместе с Петей, когда мы говорим с художниками и так далее. То есть, в принципе, ну вот как бы, ну, я думаю, это наша солидарная позиция, что государство, которое не хочет оплачивать свои смыслы, не хочет оплачивать чужую культуру, вернее, свою культуру, оно будет оплачивать чужую культуру и, самое главное, будет воспитывать не своих детей. То есть, как бы, если не будет какого-то определенного запроса, то есть, как бы, со стороны государства, если оно не подаст каких-то определенных запросов и смыслов, да, каких-то критериев, то как оно, условно говоря, может задавать, ну, иметь претензию к деятелям искусства, да? То есть, ну, понятно, еще до недавнего времени, ну, по-моему, господство, ну, совершенно такой чубайсовский подход, вот, типа того, что, а вот вас не слушают, значит, вы не нужны, а вот там какой-нибудь, я не знаю, там, условный Рамштайн, вот их миллионы слушают, значит, как бы, рынок сказал, что они нужны, а вы, типа, прокатитесь. Вот, и вопрос в том, что, как бы, а запрос-то есть? Как говорится, доносится ли до нас запрос на какие-то смыслы? Я вижу хотя бы вот, ну, по работам вот людей, с которыми мы сейчас говорим, что есть хоть какой-то запрос на создание, ну, там, монументальных, например, произведений на какую-то патриотическую тему, да, увековечивание там героев, каких-то там подвигов, да? Но я, честно говоря, ни разу не слышал, чтобы что-то подобное, какой-то такой запрос хотя бы просто, ну, в формате пожеланий озвучивался именно в вопросах музыки. Ну, если не взять за скобкой, там, не знаю, фестиваль нашествия, например. Вот вам что-то такое, как бы, пролетало ли мимо вас такая весть, что появился какой-то запрос? Вы знаете, мне повезло. Никаких особенных заказов от власти сегодня придержащих людей не поступало. Это, конечно, плохо, но, может быть, в чем-то и хорошо. Ну, это констатация. Мне пока удается оставаться каким-то очень независимым художником. Но, несмотря на это, как бы, понимаете, ситуация в мире, она, конечно, проникает в мою музыку всегда тоже. Вот прямо сейчас я заканчиваю некую пьесу для Хабаровского оркестра. И я начинал эту пьесу как нечто веселое, а она заканчивается как нечто очень угрожающее и неприятное. Я вот сижу и размышляю, как бы назвать эту пьесу. Ну, вот пока что непонятно мне. Ну, вот сейчас рассказываю, чем я занимаюсь. Каждый день. Очень интересно. Открыл совет президента по культуре, где я насчитал аж целых три композитора и одного альтиста. И это сильно несоразмерно тем художественным представителям, которые есть. Их всего один. Из-за этого, в общем-то, вашу область больше поддерживает государство, чем нашу. Если в пропорциональном соотношении 40 человек, у вас почти 10%. Так, подожди, если один художник и четыре музыканта, то кто все остальные? Ну, вот ты прочитаешь на досуге, увидишь. В основном это театральные кинодеятели. Слушай, скинь ссылку. Действительно интересно. И вообще, мне кажется, стоит это продемонстрировать. Вообще, это же настолько, мне кажется, местами интересная тема. Вот, как бы, я настаиваю просто в том, что у нас, как бы, есть два типа, скажем так, творцов и художников. Есть творцы и художники, а есть творцы и художники административного ресурса. Вот, и, как бы, счастье, как говорится, наше общее, когда оба этих показателя совпадают. И человек одновременно талантлив и одарен с точки зрения искусства и с точки зрения своего умения, так сказать, government relations, так сказать, GR. Вот, но мы знаем, что бывает всякое. А, Павел, а вот смотрите, вот у меня такой вопрос возник, вот как раз в момент, когда мы говорили, когда вы нам рассказывали про группу «Вежливый отказ». Вот, и настаивали на том, что это уникальное, в общем-то, культурное явление в российской современной музыке, в российской рок-музыке. Вот, но, как бы... Не только в российской. И даже в мировой. Тем более. Тем более. Вот. А какие, ну, условно говоря, вы выделили, ну, какие вы, грубо говоря, использовали критерии, чтобы отнести ее к таковым? Ну, то есть как? Ну, слушайте, я исхожу из каких-то критериев накопленного опыта и опыта, в том числе, прослушивания рок-музыки. И здесь мы имеем дело с удивительным таким феноменом. Это рок-музыка, но она при этом очень русская. И это нужно слышать, слушать. И, в общем, я всех призываю к прослушиванию группы «Вежливый отказ». Потому что это самое лучшее, что есть в нашей музыке. Ну, это, мое мнение, субъективное, конечно. Но мы обязательно сошлемся. Я знаю, о чем говорю. Мы обязательно, конечно, сошлемся и на вас. Ну, например, на «Яндекс.Музыке» и там, где скажете, и на группу «Вежливый отказ». Ну, вот я, честно, я, как бы, понятно, и перед нашим знакомством первым, которое прошло, по-моему, там, в начале зимы этого года. И вот сейчас я включал, слушал, да. Ну, и плюс, конечно, смотрел на статистику. Ну, грубо говоря, в той же самой «Яндекс.Музыке». И, как бы, на мой максимально, как бы, профанский вкус, да, я, например, понял, что мне, грубо говоря, сложно, что ли. То есть, для того, чтобы... Да, это непростая история. Чтобы слушать эту музыку, да, это, ну, грубо говоря, ее не включишь фоном, да, там, для какой-то работы, где нужно... Слава Богу. ...отключить, да. Вот. И вопрос, знаете, в чем, вот, мой любимый? Подготовка слушателя. Ну, подготовка, скажем так, потребителя искусства, да. То есть... Не подготовка, а воспитание, извини. Да, да, воспитание. То есть, для того, чтобы, ну, как бы, творец делает талантливые произведения, да, но творцу нужны люди, которые поймут, чей культурный уровень будет достаточен, чья наслушность, чье понимание будет достаточна, чтобы понять. Вот, как вы считаете, вот сейчас, как бы, что происходит в этом уровне? Сложно сказать, но если говорить про вежливый отказ, то это удивительная музыка, это, как бы, такая почти что академическая современная музыка, вот, в смысле, в консерваторском понимании этого слова. Ну, что тут сказать? Это надо послушать, потому что иначе все слова являются ерундой. Ну, это все послушаем. Вот я имею в виду, что вот сейчас, да, там, вот если мы, грубо говоря, там, среднему, ну, не знаю, там, подростку, да, там, студенту включим, ну, подобное произведение, он может сказать, что, типа, что-то я не понял, да. Это что-то сложное, что они хотят сказать. А как нам, условно говоря, подготовить слушателя, чтобы он был, как бы, чтобы он смог осознать ценность? Ну, а как можно подготовить слушателя, как можно заставить слушателя слушать музыку, например, да, и подробно ее анализировать, думать о ней? Это, конечно, вещь на любителя. Ну, как, не знаю, если кому-то неинтересно, то он и не станет слушать невежливый, отказывается, не что-то подобное. Но это такая, такой кунстюк. Перефразируем. Мы со Славой выросли в Пушкинском музее, и, как минимум, раз на деле в детстве нас за ручку водили в Пушкинский музей, и умные, мудрые тетчики клуба юно-искуссоветов объясняли, показывали, тыкали пальцем на всякие скульптурки и картинки и говорили, что это хорошо дети. Потом в какой-то момент мы поняли, что мы уже чуть-чуть подросли и можем ходить сами в те же самые музеи, выставки и так далее. Сейчас там мы их организовываем или там ходим, смотрим на наших товарищей, которые что-либо показывают и так далее. Но это именно этапы воспитания, благодаря которым мы к этому пришли. Немногие люди получили ярлык культуры с детства, и им было разрешено спускаться в Пушкинский музей в погреба и смотреть все, что угодно. Как воспитать тогда, условно говоря, нас, бездарей, которые не очень хорошо даже разбираются в музыке сегодня, и как часто нам надо ходить в условную консерваторию или в зал Чайковского, чтобы понять, что такое хорошо, что такое плохо? Да, ну и вопрос. Как часто ходить в консерваторию? Ну, я понятия не имею. Лучше почаще, мне кажется. Но если скучно, то можно не ходить. А куда? Ну, а что делать? Классическая музыка – это серьезная штука. Которая требует подготовки еще в детстве. Если тянет к ней, то можно пойти слушать в любом возрасте. И, вероятно, какие-то впечатления от прослушивания музыки могут быть даже больше, чем у тех, кто занимался ею из юных, молодых ногтей. Но это совершенно два разных полюса понимания академической музыки. Люди, которые ею занимаются с детства, либо же люди, которые неофиты, пришли к ней уже в зрелом возрасте. И здесь вот непонятно, как быть. Это вот два разных понимания классической музыки. Часто люди, которые не образованы академически нигде, как музыкант, они слышат в музыке какие-то другие вещи, не те, которые слышат профессиональные музыканты, которые с юности занимаются музыкой. А как вы считаете, вообще занятия музыкой, они, ну вот с точки зрения работы с детьми, они должны присутствовать для каждого ребенка или только для ребенка, который проявляет какую-то склонность? Ну, условно говоря, всех в школе учат математике и русскому, но не все потом будут математиками, и не все будут журналистами или учителями русского языка. Ну, мне сложно об этом говорить, но мне кажется, что если ребенок с измысла тяготеет к музыке и что-то поет, что-то играет, насвистывает и так далее, имеет смысл. Если нет, то нет. Вот и все. Понятно. Вы знаете, я вспоминаю свое детство, когда я не попал, и мы еще не встретились со Славой в Пушкинском музее, меня родители за руку водили в Третьяковскую галантерию. И как-то раз наша очень мудрая учительница сказала, «Дети, возьмите с собой любые музыкальные инструменты, которые вы можете с собой принести в Третьяковскую галерейку». Кто-то принес барабан, кто-то свистульку, кто-то еще какую-то ерундовину, и нас всех посадили рядом с произведением Кандинского, Василия Васильевича, которое называлось «Композиция», ну, условно говоря, номер шесть, не важно, они там все одинаковые. Это такая экстрактная большая панно. И, значит, она говорит, ну вот, а теперь играйте. И там, значит, двадцать примерно детей начали устраивать какофонию. Так нам объяснили, что нарисовал Кандинский. Не знаю, я не знаю. То, что он нарисовал что-то страшное? Ну, вот не знаю, вот что-то такое. Для меня это было... Вот примерно, да. Для меня это был какой-то важный эмоциональный момент, который был в моем детстве. Я до сих пор помню это мероприятие, хотя у меня было там где-то шесть-семь. Я думаю, те, кто ему проходили тоже. Не знаю, господа. Я не уверен, что живопись так прямо сильно связана с музыкой. Все-таки это разные вещи. А с математикой? Что-что? Я говорю, а с математикой? Я против сравнения музыки с математикой. Мне кажется, музыка гораздо развернута по своему языку, чем математика. Это прекрасно. Давайте я еще один фрагмент включу, который вы мне порекомендовали из вашего творчества. Потому что все-таки, когда мы говорим с художниками, мы показываем и изображение их работ, но как бы показать картинку музыки – это как бы что-то странное. Сейчас, секундочку, момент. Люблю Голландию, знаете, я. А кто же к ней плохо относится? Да, вот и пьеса как раз-таки про Голландию и про то, как я ее себе ощущаю, его союзнимаю. Так, секундочку, сейчас запущу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Я его вам отключил, просто на экран нажмите и микрофончик включите. Мы сейчас вас не слышим. Нажмите, пожалуйста, на экран, там слева снизу значок микрофончика сейчас перечеркнутый. Да, вот теперь есть. Прокомментируйте, пожалуйста, что это было за произведение. Ой, ну что надо комментировать, что это моя одна из любимых песен за последнее время. Пьеса написана на стихи Иосифа Бродского. Это было сделано по захазу центра Бродского в Нью-Йорке. Там же было исполнено. В общем, это одна из моих любимых пьес. Замечательно. Так, Павел, а скажите, пожалуйста, где в ближайшее время вас можно послушать? Я понял, что в Хабаровске в ближайшее время. Да, вот у меня 21 октября большой концерт в Хабаровске, точнее полконцерта моих, и другая половина – это какая-то известная симфония классики. Вот. Я закончил только что писать пьесу «Перпетум мобили» для Хабаровского оркестра. Это пьеса для аккордеона с оркестром, и на аккордеоне выступает глава филармонии в Хабаровске Павел Веретинников. Вот. И вот я сейчас какие-то последние штрихи вношу в эту партнитуру. А в Москве в ближайшее время ничего не будет? В Москве. Мне сейчас сложно сказать об этом, пока не знаю. Следите за афишами. Следим. Да. И будем популяризировать в наших каналах ваше творчество и ваше мероприятие. Прекрасно. Так, ну что, дорогие друзья, мне кажется, мы очень созидательно, так сказать, вернее, содержательно поговорили. Павел еще на одно произведение сослался. Я обязательно его тоже опубликую, просто на него ссылку. Ну, просто чтобы мы немножко удерживались в своем стандартном кронометраже. Я понял, что наши вопросы были для вас местами немножко неожиданными, но у нас такой интересный формат. Ну, супер. Ну, что же. Все хорошо. Спасибо. Будем тогда на связи. Большое спасибо. Друзья, слушайте хорошую музыку. Ходите на хорошие выставки. Как говорится, если вы сами себя не будете обогащать культурно, она сама через эфир вам в мозг и другие астральные, так сказать, не очень тела не зайдет. Это нужно. Точно. Большое спасибо. До встречи. Спасибо. Счастливо.